Подписывайся на канал. Друзья, всем доброго времени суток. Добро пожаловать на канал Завода. С вами Дима и я продолжаю проходить игру Чернобыл Лайт. Так, ну что, у нас в предыдущей серии мы познакомились с еще одним персонажем. Это Семеновым Дедом Морозом. Ну, не тем самым настоящим Дедом Морозом, а всего лишь старым знакомым. Ну, короче, мой старый знакомый, мой, грубо говоря, наставник. И вот я с ним сходил, пообщался, и, если честно, он меня чуть-чуть напугал. У меня такое чувство, что он какой-то мутный тип работает. Сынар именно работает, они заставили его работать, Сынар. В общем, он такой вот и делает всякие эксперименты или делал эксперименты над людьми. Но это еще большой вопрос. Не знаю, что там. Надо сходить в комнату, поспать и как раз-таки посмотреть, что у меня тут по зацепкам. По зацепкам у меня тут паутина лжи. Нет данных. Все равно у меня данных недостаточно. Так, а у меня что это? Это у нас кто? Генерал Козлов. Еще одна зацепка по нему должна быть. Так, КГБ и НР безумные эксперименты над людьми. Таня стала одной из жертв. Вот, а это вот те самые эксперименты. И еще вообще неизвестно, что тут будет. Тут вообще я даже фотки ни одной не нашел, похожей, чтобы сюда поставить. Короче, нужно еще дальше проходить и исследовать мир. Ну, сейчас, как обычно, поспим. Выйду из комнаты и в рацию кто-то заговорит. Чекайте. Так, 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 так. Ничего тут не поменялось? Нет, вроде. Выходим. Так, давай, рация, говори. Ну? А что она молчит? В смысле? Сколько дней прошло? Уже почти две недели прошло. Ты каждый раз говорила после того, как я проснусь. Сейчас что, ничего не скажешь, да? Ну и ладно, хрен с тобой. Молчи дальше, шипи. Гадюка. О! Оба, на чем? Со мной связался Матвей. Его разведчики нашли тюрьму в Рыжем Лесу. Только сейчас? Я думал, вы изучили эти места вдоль и поперек. Они обнаружили, что старый советский бункер был переоборудован. Похоже, совсем недавно. Продолжай. Мы в эту часть леса особо не суемся. Там полно скрытни и наровцев, поэтому ничего не знали. И Матвей думает, что это тюрьма. Именно. Там держат кого-то под охраной. Возможно, кого-то важного. Информации мало, но, думаю, проверить стоит. Тем более, охраны там толком нет. Определенно надо проверить. Думаешь, там может быть твоя мама? Нет, не думаю. Ее больше нет. Я давно смирилась с этим. Так что? Хочешь, чтобы я прогулялся до этого тюремного бункера? Я бы не стала просить, но это действительно важно. А у Матвея сейчас дел по горло. Ты в деле? Так, сомневаться. Пустая трата времени. Как это может мне помочь? Либо согласиться. Раз ли не это так важно? Мне ее помощь тоже может понадобиться. Ну, в принципе, да. Наш член моей команды, поэтому... Надо как бы помогать друг другу. Ладно. Соглашусь. Хрен с ним. Мне кажется, сейчас Оливер что-нибудь скажет, расстроится. Он всегда недовольный, когда я кому-то что-то делаю, помогаю. Ты права. Надо проверить, что это за место. Я посмотрю. Вот и славно. Иди и возвращайся с хорошими новостями. Я естественно вернусь. Так, ты у нас до сих пор недовольный. Так, ты у нас молчишь. Вот и молчи. Не надо бубнеть. Так, а куда он? В рыжий лес, да? В рыжем лесу вроде никого нету. Так, ладно. Схожу туда. Так, что у нас с припасами? Так, высокая-высокая. Хлеб низкая. Высокая-высокая топлива нет. Трава, грибы нет. Так, так, так. Вот. Вот это ништяк. Вот это ништяк. Так, давай. Пойдешь у нас. А... 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 А чё? Чё, чё? Центр Припяти. Вот. Так, это у нас чё? Высокая-высокая. Среди грибочки средние. Нет, по-моему здесь ниш... Нет, нифига не ништяк. Вот сюда, значит, иди. Сашко. Вероятность успеха 0%. Что? Это первый раз такое. А почему? Подробности. Так, ладно. Блядь. Так, давай тогда... А ты, если 30%? О, ништяк. Так, низкая-низкая. Вот, ладно, сюда иди. 80%. Вот, это уже лучше. Это уже намного лучше. Так, ну ладно, погнали чё. Раскидал всем миссии. Можно отчаливать. Я знаю, что ты хочешь поступить правильно, но... Разве это не пустая трата времени? Обычно ты не даёшь своим эмоциям взять верх над тобой. В зоне полно старых советских бункеров и прочих памятников старины. С чего бы нар и не интересоваться. А мало ли, вдруг там какая-нибудь лаборатория и ещё одна зацепочка. Какие-то противоречивые эти персонажи со мной в команде всё время чем-то недовольны. В том числе и Татьяна, уже мёртвая, а всё равно что-то там вякает. Типа, не ходи туда, не ходи сюда, нафига тебе надо. А как, цветочек подберись, блядь. Ладно, я обойду. Ух ты, ух ты. Так. Нихрена себе. Жёстко, жёстко. Так. Эта хрень ещё и радиации херачит. Блядь, а? Так, ладно, давай. Чё это было? А, всё нормально. Так, лечебная мальс от радиации у меня одна, надо использовать. Грёбаные тараканы какие-то. Или кто это? Так, ещё тоже использую. До полного фулл хп пускай будет. Так, надо же карту чекнуть. Ага. А, так, вертолётик, вопросик один. А чё это за вопросик? Это типа в этой... В деревне этой? Так, может туда по-быстрому сгонять? Наверное, да? Или не? Или не стоит? Да сгоняю, чё? Спрошу, как дела у этого чувака. Я в рыжем лесу. Отлично. Теперь смотри в оба и не пропустишь его. Выдвигаюсь. А подожди, я сейчас это... Сначала сгоняю к вопросику. Или хотя нахер надо? Правильно, нахер надо. Пойду сразу к главному заданию. А вопросики потом. Все вопросы потом. Так, их я валить пока не буду. А, ну походу у меня выбора нету. По-любому придётся завалить их, да? А, он ещё и бронированный, блядь. А не двой бронированный? Ух ты, нихрена себе! Вот это вот приход был! А чё, бегать не? Блядь. Хуарь, а? Чуть не завалили меня. Скотина один. Ещё и прячется, тварь. Так, где-то ещё был труп. Я же троих завалил, вот он. Так, и у меня нету брони, да? Может, костерок сейчас по-быстрому раскидать? А, так стопэ, я на костре не могу делать. Это мне только на базу идти. Блядь, а на базу? Нет, на базу я не пойду. Уже всё. Как говорится, въебал. В самом начале, поэтому хер с ним. Будем выживать. Надо было в крысу их убивать. Из-под кустов. Так, тут радиация шмаляет. Так, здесь ничего интересного нету, да? Блин, обидно. Такие постройки классные, а ничего нет интересного. Можно было бы туда что-нибудь кинуть. Чтоб я там полазил чуть-чуть. Но не. Просто вот эта штука, она какая-то имбовая. Если бы она хотя бы показывала то, что там на поверхности, то, что легко можно достать, то ладно. А есть некоторые места, в которые как бы явно ты не зайдёшь. Скрытное место, типа того домика. И по идее сканер тоже сканирует. И как бы там ничего не находит. А вот если было бы так, что типа там что-то есть. Ага, мне туда надо идти. Типа там что-то есть, и надо это самому найти. Вот это было бы интересно. А то так бегаю, лутаю вон, жёлтые эти хуйжочки. Предметики собираю, и всё. Слишком просто. О, а ты кто? О, так это старый знакомый хрыщ. Ты чё, и тут что ли ходишь? Привет-привет. Хочешь поторговать? Бродяга. Не могу не спросить. Мы же в самой жопе мира. Почему ты вообще этим здесь занимаешься? Здесь повсюду жопа мира, друг мой. Иногда для того, чтобы построить успешный пилот, приходится сворачивать с проторенной дорожки. Этому меня лично Уоррен Баффет научил. С таком с Уорреном Баффетом? Так, стопай, я... По-моему, я этот диалог уже слышал. Значит, пропускать будем. Так, обменять пайки на снаряжение, обменять снаряжение на пайки. Так, а у меня ничего нету. Так, а чё у него снаряжение есть? О, керамическая пластина, кстати. Получить керамическую пластину за один паёк. Получить фильтры. И металлическую пластину. А у меня сколько от 19? Да не, нахрен. Мне теперь сколько надо? Четыре каждый раз. Хотя можно. У меня 19 булок хлеба. Ладно. Поменяем одну. Металлическую менять не буду. Уйти поговорить. Раз он работает в этом районе, может, ему что-то известно о Татьяне. Понятненько. Это я тоже уже слышал. Главное, у этого бродяги есть цель. Есть цель. Главное, чтобы он не видел препятствий и шёл к ней, прям как я иду. К цели великого ютубера. Летсплей-щика всея Руси. Ну. Уже, кстати, будет почти год. Если оба на чё такое. Меня беспокоят твои кошмары. Сходила бы ты ещё разок к Брюханову Таня. И что? Он пропишет мне ещё таблеток, от которых неплохо. Прости, я не хотел. Я тебя люблю. Я знаю. Но я лучше буду страдать от демонов, чем чувствовать себя пустой. Мне так хочется чем-то тебе помочь. Просто пообещай мне, что никогда меня не бросишь. Да не бросит, не бросит. Вон, даже после смерти тебя ещё так. А это чё такое? А это электродетали. Ну это... Ладно, хрен с ним. Пускай пригодится. Пригодится. Кстати, а тут прям много всего натыкано. Как сюда зайти? Там ящик какой он здоровый лежит. Я хочу его взять. Ну, естественно, блядь, отмычка. Ну как же, блядь, без неё? Чё это такое? Так, всё жёлтенько. Здесь всё жёлтенько. Оба на сопле лежат. А, их типа нельзя это... Блядь. Ну ладно, давай. Вылазь. Я тебе сразу с автомата. Паук, блядь, какой-то. Вот ещё есть. Кокон. Вот так с ними надо. Так, а как мне в этот сарай зайти? О, их чё, лутать можно, да? А, антиматериальная батарея. А чё она даёт? Чё это такое? А, что? А где она? А, вот она. Антиматериальная батарея. Секрет антиматериализации. Заключённый в компактный контейнер. Позволяет подать энергию для... Продвинутых силовых полей. Это технически используют при включении генератора силового поля. Или генератора разрушающего поля. Понятненько. Эта хрень непонятная. Так, а я хочу вот туда попасть. Зелёненького набрать. А, тут же закрыто. Да, всё, я понял. Эта веточка шпит. Кто думал, что-то такое. Так, здесь солдатики ходят. Пока одного вижу. Так, тихо. Кто меня палит? А, вон он. Блядь, он бронированный. Я типа не могу его завалить. Так, а это, скорее всего, препятствия взрыва через чернобыли-то нужен. Да? Ну ладно, у меня его пока нету. Так, где этот хер патрульный? А, куда он пошёл-то? Валю. Сюда иди. Их тут сколько вообще? Блядь, да он тоже бронированный. Ладно, хер с тобой, давай. Ага, так, а от этого прятаться надо. Ух ты, ни хрена себе, сколько их здесь. Блядь. Блядь. Так, а там двое, они где? Бронированный солдат, 600. И где он? Блядь, подожди, сейчас уйду. Всё, я в укрытии. Открывай огонь. Какой жёсткий, а? Так. Всё, завалил всех. Так, мне надо срочно, походу, поправить состояние. Да, да, а то чё-то я вообще, ивать. Распсиховался. О, как, почти до полного, ни хрена себе. Ну, правильно, бутылка, как бы тоже немало. Так, куда мне-то, кита? 14 метров. 10 метров. Чего? Ольга, я нашёл вход. Где? А, вот он вход. Где им ещё быть? Чуть-чуть, чуть-чуть заблудился. Так, ладно, пойдём. Так, чё у меня спадал? Еб... У меня патрону вообще ни хрена, ладно. Пистоном будем тогда воевать. Так, интересно, здесь какая-нибудь тварь паршивая будет или нет? Так, брони, брони у меня нету ни хрена, ладно. Так, где-то он здесь подолжен быть, да? Так, ещё раз просканируем. О, хлебушек. Блять! Опять отмычки. Так, где мне их брать-то? Где мне брать отмычки? Надо, наверное, на базе как-то пошебушить. Может, чё-то... Какой-то есть станочек, который отмычки может делать. Ух ты, тут даже всё работает, типа, да? Ольга, я нашёл какую-то контрольную панель. Похоже, она открывает двери камеры. Подожди. Разве не лучше проверить камеру, прежде чем открывать её? Думаешь, да? Да, нахер. Эта штука работает. Подожди. Разве не лучше проверить камеру, прежде чем открывать её? Да-да, я сначала это открою. Не хочу проверять. Ладно, хер с тобой. Так, Анна, а чё тут с электричеством? Каждая камера под напряжением или не? Так, и кто-то у нас... Эй, пацан. А ты что тут делаешь? Пацан. Детям здесь не место. Это уж точно, дед. Выпусти-ка меня, пока охрана не вернулась. Как тебя зовут, парень? Я Глеб, и я ничего плохого не сделал. Выпусти меня, а то мой дядя тебя, знаешь, как наваляет. О, ты давай полегче, шкет. Я не шкет, мне уже 10. Так, спросить о тюрьме, спросить про дядю, спросить про эксперименты, завершить это. Ну да, 10-летний шкет будет знать про эксперименты, конечно. А, хотя, а может, ему там что-то кололи? Так, ну ладно, начнем по порядку. Для начала расскажи, как ты здесь очутился? Что это за место? Я собирался навестить дядю. Он должен был встретить меня в Славутиче, но... За мной приехал черный фургон. Внутри сидели два огромных мужика с каменными мордами. Они сказали, что отвезут меня к дяде. Дали банку колы. Обычно после колы ничего такого не бывает, но тут мне захотелось спать. Они тебя похитили. Проснулся я тут, но я не боялся и не плакал. Ну, может, чуть-чуть. Я уже почти взрослый. Один раз я почти убежал, но эти дурацкие охранники меня поймали и посадили назад в клетку. И один из них сказал, еще раз попробуешь удрать, пожалеешь об этом, крысеныш. Но я не крысеныш. Крысы воняют и какают везде. Ты самый храбрый маленький мальчик на свете, Глеб. Я же тебе сказал, я уже не маленький. Прям биологическая ассоциация. Вот, а потому что нехрен у чужих дяденек, тем более с каменным лицом, еще из черного фургона брать колу и пить еще. Блядь, мне интересно, как это выглядело. Просто такой фургон, черный, весь тонированный. Пацан сидит там, я не знаю, на лавочке, грязет семечки, маленькие там песенки поют, одуванчиков нюхает. Подъезжает в фургон, выходят два балла такие. Пацан, держи колу. Он такой эту колу пьет и засыпает. Ну, блядь. Ну, ладно, спросить про дядю. А кто твой дядя? Какой ты начальник? Ну да, он тут самый главный. Когда узнает, что со мной случилось, головы полетят с плеч. Он всегда так говорит. Интересно, твой дядя военный? Он был в армии, да, как мой папа. Но мама и папа сейчас на небе, и дядя обо мне заботятся. Мне жаль, что так вышло с твоими родителями. Так он солдат, да? Он работает над чем-то важным, по заказу очень важных людей. Но я не знаю, что это значит. Тебе бы в разведку, приятель. Враг от тебя ничего не добьется. Так, а чё ж у него за дядя такой? Какой-то большой начальник. Интересно. Так, эксперименты. Надеюсь, Над не проводил на дне никаких бесчеловечных опытов. А может, и проводил. Я хочу тебе помочь, Глеб. Но сначала задам пару вопросов. Ладно? Ладно, ладно. Но поскорее, пока охранники не вернулись. Ненавижу их. От них воняет луком и лекарствами. Какими лекарствами? Не знаю. Мой дядя тоже такие лекарства пьет. Говорит, это от нервов. Всегда носит небольшую фляжку с собой. Воняет ужасно. А, понятно. Такие лекарства. А, эти люди делали тебе больно? Давали тебе что-нибудь? Таблетки или, может, уколы делали? Нет. Только накричали, когда я попросил меня отпустить. Тебя не просили залезть в странную машину? Не давали тебе чернобы... Зеленые кристаллы? Нет. Ничего такого. Любопытно. И ты понятия не имеешь, почему тебя тут держат. Они сказали, мной можно жонглировать. Ой. Нет. Шаржировать? Что-то в этом роде. Шантажировать? Наверное. Я такого слова не знаю. Они сказали, мой дядя знает, что я здесь. И скоро приедет навестить. Но я думаю, они врут. Бедный мальчик. Тяжело тебе пришлось. Можно мне к дяде? Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Скоро пойдем, малыш. Дай мне подумать минутку. Да, а что тут думать-то, а? Выпускать его надо. Я уже обо всем спросил. Нужно подумать, стоит ли отправлять его бродить по лесу в одиночку. Ладно. Пора вытаскивать тебя отсюда. Спасибо. Я скажу дяде, что ты хороший человек. Никто не заслуживает сидеть в клетке. Надо помочь ему, Игорь. Игорь, подумай еще раз. Ты ведь понимаешь, что здесь для мальчишки безопаснее, чем посреди зоны. И что, типа у меня выбор стоит, выпустить его или нет? А как мне этот выбор сделать-то? А, типа, я понял. Это комп, комп, комп включить, да? Там, на пульте управления. Хм. Ну, как вся любая, как любая добрая женщина. У кого-то материнский, материнский инстинкт сработает. И не хочет выпускать ее. А вот этот мужичок говорит, что, типа, нахер надо его держать в клетке Сашкова. Он говорит, что надо выпустить. Блин, что делать? Ну, пацан сам хочет, чтобы его выпустили. А что у него тут? Что у него тут висит? Что это такое? Повязка? Ну, да. Повязка и перчатки. Блин, пацан, я даже не знаю, что с тобой делать. Выпустить тебя или нет? Ты как думаешь сама? С другой стороны, скоро дядя должен подъехать. Если приедет дядя, когда этот пацан будет здесь в клетке, а я буду выходить из тюрьмы, то он мне не задобровать. Меня он убьет. А с другой стороны, если я выпущу его, он правда может там умереть просто. На первых, солдат-нар напороться и все. Так, а с другой стороны, Сашко недоволен мной до сих пор. Так, ладно. Хер с тобой. Выпущу его. Гуляй, пацан. Ты хотел, чтобы я тебя выпустил? Пожалуйста. А дальше что, Игорь? У тебя есть опыт работы няней? Выпусти, волчонка! Нельзя оставлять его в этой клетке! Это бесчеловечно! Ребенок должен остаться в бункере. Пускай он заложник, но он под защитой. Здесь безопаснее, чем снаружи. Как насчет того, чтобы отправить его к Матвею? Ты говорила, там относительно спокойно, так? Там детям не место. Каждый в поселке должен уметь сражаться. Ему там делать нечего. Почему ты, не знаю, просто не откроешь этот свой портал и не отправишь его к себе на базу? Я думал об этом. Слишком рискованно. Он еще маленький. Молекулярная структура его тела может необратимо измениться. Вот я и говорю. Оставь его там, где он есть. Так, освободить Глеба или оставить Глеба? У Матвея он будет в большей безопасности. Нельзя позволять ему в одиночку бегать по лесу. Сначала должен кое-что выяснить. А что выяснить-то? А что выяснять-то? Ну, выпущу его. Ну да. Это, мне кажется, логично. Выпустить его и отправить к Матвею. Пускай там живет. В деревне, я не знаю, полы моет. Да похер, освободим. Я отправлю мальчишку в твой поселок. Надеюсь, ты все хорошо обдумал. Ему-то придется очень быстро повзрослеть. Поблажек не будет. Я рос на улице. Я был младше его и нормальным человеком вырос. Разве нет? Малой, храбрый. Он справится. Поселок единственное безопасное место в зоне. Ну и моя база. Так, ну что, пацан, провожать тебя или сам дойдешь? У меня есть поселок, где укрепленный. Там много людей. Они как солдаты, но на нашей стороне. Они тебя защитят. Скажи, что тебя прислала Ольга. Как думаешь, сможешь сам добраться? Без проблем. Я получил значок за спортивное ориентирование. Был лучшим в команде. Ну, шкет. Мне так был уже простой, как кажется. Спортсмен, ебта. Ладно, давай. Надей. Так, с Ольгой статус ухудшился. Так, а с Сашко? Сашко должен был улучшиться. Ну? Алло. А где оповещение, что с Сашком все нормально? Блядь, ай. Я подумал. Так, ладно, пацан, давай гуляй. Надеюсь, ты дойдешь. Так, кстати, камеры открылись, да? Где тут хлебушек был? Вот тут. А, понятненько. Ничего не открылось. О, сортир. Ништяк. Можно срать и зубы чистить сразу. О как. Гениально. Так, ладно, пойдем. Пойдем отсюда нафиг. Да, стремноватое место. ГМО. Ага, понятно. Так, что там? По вопросикам надо пробежаться. Я все сделал за основную миссию. Вопросик вот, а на вертолете каком-то будет. И потом в деревню заскочу. Может, как раз к этому моменту Глеб туда придет. Смотрим, надо бы пообщаться. Че это за хрыч? Так, а как туда пройти? А, вот. Оба, на, это кто? Это кто такой? Ну, это не сталкер. Ну, в смысле, не нар. Это обычный чувак. Семен. А, рад тебя видеть, Григор. Мой товарищ по оружию. Хочешь поменяться. Чем это поменяться? Обменять боеприпасы на металлолом. Обменять боеприпасы на снаряжение. А кто это такой? Так. Я хочу обменять патроны на металлолом. Так, и что у него? Получить 5 химикатов. За 4 патрона для винтовки. Получить 5 механических тэйвов. Получить 5 ботылок нет. Неинтересно. Закончить. А боеприпасы что-нибудь ценное? Взгляни, сынок. Так, получить 1 противогаз, 1 примитивную броню, 1 металлическую пластину. А, кстати. Одну броню за 4 патрона для дробовика. Ну, это выгодное приложение, а... А, это дождик. Я думал, кто-то шоркает. Но нужна ли она мне? Я вроде там всех уже на базе снабдил. И противогаз у меня есть. Или у меня не такой? Противогаз, винтарь. Ноль. А что? Почему? Подожди. Подожди. У меня же вот здесь противогаз. Почему у меня ноль? Псала. Так, ладно. Ничего мне у него не надо. Пашкерис сам чуть-чуть тут. Аптечка, нифига себе. Ой-ой-ой, там радиация жжет. Не пойду туда. Ну, на-с, на-с, аптечка тут была. Кстати, а что будет, если я туда пойду? Это какой-то люк. По-любому, это какой-то ход. Ладно, схожу. Мне интересно. Куда я выйду? Ой, радиация закончилась. А тут опять начинается. Типа она на входе только, да? Походу, что да. Так, куда это я вышел? Непонятно. Оба, а что это такое? Космический корабль? Что это такое? А, это ковш. Я понял. Это ковш. Так, заметка. Так, еще одна фотка. Еще одна фотка. Еще одна фотка. О, паек. 1,8. Булок хлеба. Это типа 1 целая и 8 кусочков. Да, блядь, че ж так темно-то? Так, ладно, идем к вопросику. Идем к вопросику. А почему, кстати, он у меня не отображается? А, вот он. Все. Чего? Ух ты. А, че там такое? Че там такое? Че-то происходит? Че за огонь? Блядь, че за хрень? Ух ты, нихрена себе, че такое? Так, походу, надо отсюда текать. А че это за хрень-то? А че, блядь? Да че происходит, блядь? Че за порталы? Ой, ага. Так, и надо к вопросику бежать срочно. Ух ты. Блядь. Че это за молнии такие? Так, и иду на базу. Срочно на базу надо текать. Все выше, вы окружены. Ага, сейчас. Ништяк. Из-за спины вышел. Так, давай, открывай ворота. Быстрее. Больше не побеспокоит. Че, крутой парень? Молодцом. Обычно эти козлы так далеко не заходят. Скрыть не боятся. Спасибо. Мы бы и сами управились. Но так хоть руки марать не придется. Да, 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 да. Так, а ты можешь мне ворота откроешь, блядь, а? Тут как бы гроза. Мол, нихуярит. Открой ворота, блядь. Алло. Неа, не хочет. Вот тварь, а. Вообще ни капли благодарности. Блин, а как же пацан под такими молниями-то пройдет? Что-то мне кажется, он ни хрена не выживет. Так, ну ладно, раз ты не хочешь открывать ворота, я полечу тогда на базу. Делать здесь больше нечего. Так, сейчас отчитываться все будут, кто что сделал. Кто что нашел. Кто заслужил хлеб, а кто нет. Ну зачем страна обнаружить секретную тюрьму Нар в такой глуши? Да уж. Похоже, не стоит игнорировать такие зацепки. Если бы не вы с Матвеем, мы бы никогда не нашли этого места. Не стоит благодарности. Я рада, что ты спас мальчика, правда. Хочу, чтобы ты знал об этом. Мне сказали, что он добрался до поселка без приключений. Я все еще думаю, что нужно было поступить иначе, но... У тебя не было времени на раздумья. Но в следующий раз прислушайся ко мне, ладно? Да, хорошо, хорошо. У меня теперь с ней отношения натянутые будут. Так, здоров выполнил. Так, а что он нашел? О, капельки. Так. О, чернобылит один. Нихрена себе. Ну тоже ништяк пойдет. Так, раздаем еду. Раздаем еду. Всем еды дать. А тебе полбулки хлеба, потому что ты на них охрана не нашла, да? Так, а что? Во время миссии союзник был серьезно ранен. Это сказывается на его здоровье и психическом состоянии. А если я дам вот так? А остальные могут злиться из-за того, что один из членов Аванда провалил миссию и получил двойной паёк. Так, говорим миссию. Так, а если я всем дам два? Так, нет, ладно, дам всем по одному. В смысле отсутствие еды. Ладно, всем по пайку дам. Пойдет. Кушать надо. Это минимальный рацион. Когда все задания хорошо все выполнят. Ух ты, нихрена себе там купол. Тогда дам всем по два. Так, что у нас тут? Что у нас тут? Три очка. Три очка я пока тратить не буду. Мне броню надо сделать. Мне здоровье надо подлечить. Так, а где у меня от радиации мазь? Патронов надо сделать. Так, ладно, до полного не буду. Пойдет так. Так, это точно еще одну. Так, бутылочку горючего выпить. Надо успокоиться. Ништяк. Так, теперь пластин надо сделать. Шесть штук. У меня хватит? Хватит. Это же керамика, да? Да. Так, все, ништяк. Сделал. Шесть штук сделал. Все тип-топ. Так, а это мастерская для улучшения. Так, а мне нужна не мастерская для улучшения. Мне нужна просто мастерская. Так, кстати, патроны, патроны. Там что нужно? Химикаты, горючее и механические детали. Так, мне нужно очень-очень-очень много, оказывается, горючего. У меня есть заначки? Нету ни хрена. Вот все есть, а горючего нет. Хреново. Очень хреново. Так, скидываем, скидываем. Да и все. Больше я ничего не могу скинуть. Остальное все забито, да? Ну да. Так, ладно. А, кстати, у меня же там патроны на этот револьвер. Было дохренище прям, да? Вот я их и наберу. Вот так вот, хватит. Так, начать изготавливать. Так, это у нас не то. Так, мне нужен станок. Какой станок хотел? А, отмычек. Станок-отмычек мне нужен. Станок-отмычек. Там помогает создать новопротивление. Сглушать ваше снаряжение. Да. Так, из-за мили для создания. Да. Так, это у нас лаборатория. Это уже... Позволяйте изготовить аптечку. Лекарство от радиации. Спирт, обогащенный адреналин. Не надо. Позволяйте изготовить противогаз. Фильтры не надо. Разбирает любой материал на ресурсы. Не надо. Сболезь отмычки. О! Вот, что мне надо, блядь. Так, давай я вот сюда его запулю. Вот сюда, а здесь пускай стоит. Так, дальше у нас что, позволяйте изготовить чернобылит? Взрыватель чернобылита. Ни хрена себе, какая тут здоровая эта штука. Взрыватель я тоже поставлю. Ни хрена себе, вот эта лаборатория. А, почему я не могу изго... Так, подожди. Так. Подожди. А это что такое? А радиационная камера приходит... Космос... Правда, приводит к самоуничтожению. Убивая себя таким образом, вы сохраните все ваши предметы. Чего? Это устройство позволяет использовать силу радиации для того, чтобы моментально уничтожить тело. Если вы понимаете, что попали в безнадежную ситуацию, оно позволит вам закончить жизнь быстро и безболезненно. А зачем мне здесь умирать постоянно? Так, ладно, пока непонятно. Так, это не надо, это не надо. Так, что у меня теперь с состоянием хаты вообще? Качество воздуха 20, а радиационная безопасность 60. Так, где тут? Ништяки всякие. Типа очистители воздуха. Вот. Сколько мне надо? О, могу прям запундюрить такую, да? Здоровый этот шкаф. 240 аж дает. Но мощности будет не хватать. А это у нас что? А это 160 дает, да? А на это горючее нужны. Так, ладно, поставлю такую, но надо будет... Для мощности что-нибудь поставить. А для мощности что надо? Качество воздуха, кстати. Качество воздуха тоже надо получше чуть-чуть. Так, это у нас что? О, давай такой маленький вот сюда запылю как раз. Пускай здесь чистят воздух. На колесиках. На базе не хватает электричества. Постройте генераторы, блядь. Вот они. А, блядь, у меня горючего нету. Ёл, это палая. Блядь. Короче, надо теперь идти и лутать горючего. Очень-очень-очень много горючего надо. О, кстати, а если эту бочку разберу? Сколько я получу? 0,5. Нет, это хрень полнейшая. Так, чернобылит изготовить. Из чего? Так, это чернобылит. Есть в наличии 5 очень редко. А из чего оно делается? Грибы и травы. И все что ли? Так, а это взрыватель. Ага. Это я могу сделать. Но нужно опять горючее. Короче, горючее это типа нон-стоп. Нужно прям по КД. Всегда и везде. Так, ладно, дальше я хочу посмотреть. Улучшение базы. Инструмент для строительства не надо. Спальные места не надо. Человеческая структура. Здесь спальня строительства. Так, а здесь ничего не надо. Так, здесь создание предметов. Так, адреналин. Бла-бла-бла. Это суицидная камера. Не надо оружейное дело. Во. Позволяет изготовить револьвер, дробовик, винтовку. Вот что мне надо было, блядь. Вот эту мне хрень надо было. Так, а это горючее не хватает мне. А это что? Производит всевозможные улучшения для арбалета. Не надо. Позволяет изготовить молекулярный плазмомет, молекулярная батарея, рельсотрон и железные пули. Не надо. Позволяет изготовить все виды улучшения для рельсотрона. Тоже не надо. А мне не хватает на это всё. Так. Теперь. Нужно здесь сделать. Нужно сделать. Чё б мне сделать? А, мне ни на чё не хватает. Мне ни на чё предметов не хватает. Блядь. А у меня кто без оружия? По-моему, у меня без оружия Ольга. Одна. Так. Ну ладно. После следующего рейда обязательно налутаюсь как следует. Горючего. Нужно очень-очень много горючего. Так. Ну ладно. Всё. На сегодня закончим. Пойду я спать. А всем тем, кто досмотрел до конца, обязательно подписывайтесь на канал. Пишите комментарии, ставьте лайки. Это очень важно для развития канала. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.